Центрический переговор Есть лишь разговоры о том, что идут некоторые попытки достигнуть понимания или что невозможно перечислить все вопросы, по которым идет обсуждение. Так что с точностью сказать, на чем конкретно настаивают возможные инициаторы альтернативного списка Яна Том, Ольга Иванова и Аудо Келоны, сказать невозможно. Однако упорно муссируется якобы поднятая идея, что три сестры хотели бы скорректировать избирательные списки на предстоящих таллинских выборах. Однако генеральный секретарь центристов Михаил Корб подтвердил, что избирательные списки уже утверждены, во всяком случае первые номера, и нет никаких планов их менять. Разумеется, немало разговоров идет о роли Эдгара Сависара в грядущих выборах. Однако Михаил Корб убежден, что для Сависара есть место в избирательных рядах партии, которые он же и создал. Эдгар Сависара – это один из создателей центристской партии, и его участие в предвыборной кампании в списках центристской партии приветствуется и ожидается. То есть вести разговоры о том, что Эдгар Сависара не ждут в центристской партии на выборы – это кощунственно и просто, скажем так, можно назвать провокацией. Центристская партия открыта для всех центристов участвовать и баллотироваться на выборах. Центристская партия ждет своего бывшего лидера, чтобы и он принял участие в выборах, но это он должен сказать сам. Но что касается, например, Ласнами, то тут есть уже очень сильный первый кандидат Михаил Кылворд, и нет смысла перекраивать ситуацию, заменяя столь популярного политика. Что же касается Сависара, то для него партия, по мнению Корба, всегда готова найти достойное место в списках. Сегодняшний представитель центристской партии несколько раз предлагал Эдгару Сависару участвовать в выборах, говорил ему это открытым текстом, просил его дать согласие, но до сегодняшнего дня Эдгар Сависар ссылался на вопрос здоровья, на вопрос судебных дел и конкретного ответа до сегодняшнего дня не дал. А сегодня лидер центристов Юрий Ратес улетел в Страсбург, где представит Эстонию в качестве председателя ЕС. Можно с уверенностью сказать, что там его ждет очень доброжелательный прием. А вот дома по возвращению ему снова придется окунуться в проблемы, и одна из самых сложных здесь – сплочение рядов центристов. Ведь если, например, исключить из партии так называемых раскольников, то центристская фракция может потерять в парламенте как минимум два места, что грозит правительству превращением в правительство меньшинства, тем более что и их партнеры из фракции ИРЛ уже лишились двух своих членов – Маргуса Цахна и Марка Михельсена. Александр Сахаров, Сергей Дедыкин, Вячеслав Скорецкий, Первый Балтийский канал.